Привет! Я Илья Бартнюк, директор компании «Светлая музыка» и продюсер фестиваля «Стереолета». Мы проводили совместно с «Я Талант» конкурс по участию групп в фестивале «Стереолета» в этом году. И в каждом этапе выбрали по две группы. Собственно, сейчас хочу немножко про каждую из них сказать. Значит, в первом этапе это было две группы. Одна называется, может быть, я ошибусь, название «Кармуазин». Мне они понравились, в общем, достаточно интересным и таким хорошим профессиональным звучанием. Неплохой вокал. В общем, я не сказал, что что-то такое супер выдающееся, но по сравнению со всем остальным очень неплохо. Такой трип-хоп. Вторая группа – Radical Beats. Их я и знал и до этого, но сейчас повнимательнее послушал. Они выступали у нас на одном из концертов, разогревали Матис Яху. Я думаю, что они в своем роде уникальная группа, по крайней мере в Питере, которая играет такую смесь, не знаю, хип-хопа, рага и, в общем, с неплохими текстами, на мой взгляд. И при этом есть тот самый грув и кач. Это что касается первого этапа. Что касается второго этапа, там было две группы следующие. Одна группа называется «Чо морали». Это такой балканско-цыганско-джаз, хип-хоп. Очень хорошая такая, ну, балкан-бит-группа. При этом живая. Я их видел несколько раз на концертах. И мне они очень нравятся. Я считаю, что очень достойный коллектив. И группа «Кэтспарк», которую я сначала не заметил. Заметился второго раза, послушал их побольше, посмотрел даже небольшой фильм про них. Наверное, одна из самых профессиональных групп, которых я видел на этом конкурсе. По звучанию, вообще по работе со звукоизвлечением. Очень хороший вокал. И, в общем, очень приятные, хорошие песни, мелодии. В принципе, тоже такой чувственный трип-хоп. Хотя там достаточно шире рамки, поэтому я бы не стал их загонять в рамки трип-хопа. И вот из последнего этапа, наверное, слабее всего. То есть, в общем, по большому счету, у меня ничего такого прямо там не было. Никаких открытий. Но я бы выделил две группы. Одна называется «Jabberheads». Как ни странно, эти группы, вот из последнего этапа две, они вообще, в общем, если говорить про стереолета, они совсем не для стереолета, с точки зрения такого принятого. То есть, Jabberheads — это скорее такой джаз. Может быть, даже более салонный джаз. Но очень приятный. И мне очень понравился вокал. И еще группа под названием «Дышите.ру». Это вообще такой акустический, не знаю, рок, акустический фолк. Но мне понравилось тем, что она на русском языке. И очень хороший текст, что вообще очень редко встречается. И вот я считаю, что этим они как-то выделяются. А теперь я назову группы, которые будут, собственно, выступать на стереолете. Итак, это группа «Cats Park», которая выступит на втором событии стереолета под названием «Стереолета ночь». «Стерео ночь». Это будет 30 июня с 10 часов в пространстве «Воздух». Они будут выступать на второй сцене. На первой, на большой сцене «Seaside Stage», которая у нас будет на берегу моря. Там будут выступать группа «Торио мой», «Торо и мой». Американская «Chill Wave» группа. Такие настоящие новые звезды музыки «Chill Wave». Шикарная группа «New Young Pony Club». Одна из лучших лайф-групп в Англии, играющая «Dance Punk». Но при этом делающая это очень здорово. Группа «LCMDF». Это такой дуэт веселых сестер финских, которые смешивают хип-хоп, электро, панк-рок все вместе. И делают это очень здорово. И группа «On the Go». Русская группа, московская. Такие уже настоящие инди-звезды. И на второй сцене у нас выступают как раз вот новые артисты, так называемые «New Talent Stage». Следующий артист, которого мы выбрали для стереолета, это группа «Чо Морали», которая будет выступать на самом нашем главном событии «Стериолета Day», который пройдет 14 июля на Елагином острове в ЦПКО. И этот день, он первый раз, когда стереолета проходит днем и в формате такого праздника для всей семьи. То есть кроме прекраснейшей музыки, там будет еще много всяких других развлечений, детских пространств, фудкорта с различными ресторанами и так далее. То есть будет такой настоящий большой праздник. И главное, на него можно приходить всей семьей. При этом дети до 10 лет бесплатно. И из артистов там будет, ну, я думаю, что одна из самых сейчас великих певиц в мире и самых интересных из нового поколения, я имею в виду. Это Регина Спектр. Также будет Петр Николаевич Мамонов петь песни. Также будет группа «Рамзайлих» из Израиля. Несколько будет французских артистов. «Оптимистик Окестра» – замечательный петербургский оркестр, созданный Женей Федоровым, в который он пригласил музыкантов группы «Ленинград», «Сплин». Много всего будет интересного и, конечно, такие события пропускать нельзя, я считаю. Приходите все. Всем найдется развлечение и музыка по душе.